Учёным очень нравятся объекты, и они с удовольствием их всегда ласкают, описывают, очень любят. Это я вот прекрасно понимаю, хочу только вам напомнить, что мы говорим об этом, научную тему, находясь в рамках телевизионной программы. Поэтому здесь драматургия всё-таки она важнее, чем такая последовательность, тем более, что я вижу, что мы уже в эфире, да, так что, пожалуйста, начинайте. Поэтому, когда мы говорим об объектах или об основаниях проблемы, ну, прежде всего, нужно сказать, что проблема отличается от задачи тем, что пока нет хода её решения. Задача – это когда есть ход решения. Вот когда мы говорим о проблеме геофизических полей и их влиянии на технические средства, на людей, их значение в окружающей среде для её самого распроизводства, устойчивости, мы с большим удовольствием всегда рассуждаем об объектах, о геофизических полях, и поэтому перечислить их, в общем, достаточно просто. И, кстати, все люди, в общем, прекрасно понимают, что это такое. На самом деле их несколько – это гравитационное поле, о которых были ваши передачи, тепловое поле, магнитное, электромагнитное, есть поля энергетических свойств, литосферы, атмосферы, аносферы, околоземного космического пространства, то есть, что такое поле? Это некий набор физических величин, пространственно распределённый, который отличается от у нас научной точки зрения, характерен тем, что у него есть масса размерностей, у него огромное количество степеней свободы. Он может меняться пространственно, может меняться во времени, может меняться по физическим величинам, но это очень сложное явление. Ну, как цивилизация, например. Любое поле – это очень сложное и большое явление. А поскольку они ещё и взаимодействуют между собой, то возникает проблема синергетического эффекта, то есть, эффекта которой, ну, как бы суммарного влияния и друг на друга, и на что-то определённое, что нас беспокоит. А что нас беспокоит? Работа технических средств часто срывается. Ну, мы с Андреем Николаевичем вышли на эту проблему как раз именно в связи с тем, что при авариях самолётов часто в актах, не часто, а почти всегда пишут отказ технических средств или неверное действие экипажа. Нет, чаще пишут неверное действие экипажа или человеческий фактор. Не человеческий фактор. Да, реже пишут отказ технических средств. Опять же, потому что определить полностью, когда был отказ технических средств или не было, невозможно. Проще, так сказать, не понимая сути, почему экипаж действовал так или иначе. Написать всё свалить на экипаж. Не свалить, так как само проявление потом результатов выливается в действие экипажа. И мы оцениваем, естественно, по объективной информации действие экипажа. Но почему он так действовал, мы не знаем. Это так часто бывает. То есть есть некая, грубо говоря, техническая... Нам не всегда ясна. Поэтому, к сожалению, современные средства научные не позволяют досконально изучить саму причину. Если по конечным результатам мы оцениваем действие экипажа, мы пишем человеческий фактор. А может быть, тут первооснова-то другая техническая средства. Просто мы не в состоянии оценить первую причину самого начала событий. Ну да, если начало событий очевидно, скажем, двигатель оторвался, да, это... Это мы фиксируем. Да, то есть она не устранилась после аварии, техническая поломка, да, грубо говоря. А если плавающий эффект, который послужил неправильным действием экипажа, каким-то, то мы воспринимаем как остаточную информацию, что экипаж действовал неправильно. И говорим, либо он сошёл с ума, либо нет. Либо он всё забыл. Ну, как правило, когда опытный экипаж сидит, и вдруг через 15-20 лет эксплуатации этого же самолёта, ежедневных полётов, он вдруг начинает действовать неправильно. Это, будем так говорить, настораживает и заставляет задуматься, а почему же он действовал вдруг неправильно. И все ссылки на то, что он не отдыхал там, или заболел там, или ещё что-то такое, они, я считаю, неправильными. Ну, вернёмся к полям. Помимо перечисленных вами естественных полях, да, есть же ещё создаваемые тем самым самолётом, службами слежения и так далее, и так далее, поля. Ну, вот мы называем просто одни поля геофизическими, те, которые естественны, а просто физическими, как правило, называют те, которые искусственны, антропогенного происхождения или технического происхождения. И в результате, конечно, это очень сложный симбиоз взаимных энергетических влияний, взаимодействий и продуцирования чего-то. Что, собственно, продуцируется? Тут оказывается несколько проблемных вопросов. Например, когда мы говорим о геофизике литосферы, там есть сеть разломной тектоники. Если говорить о разломе тектоническом или разломе земной коры, то мы прекрасно представляем себе, что глубина его заложения может быть 30 километров, протяженность по поверхности до 150 километров, например, а трансконтинентальные и еще больше, мы представляем себе гигантские площади взаимодействия двух стенок разлома, где идет разрушение вещества и образование массы винильных поверхностей, то есть свежих сколотых поверхностей. А при разрушении, естественно, и молекулы могут рваться пополам, и еще там неизвестно вообще, что может крушиться, правда? То есть возникает некая зона, которая является волноводом по существу. Это высокое ионизированное пространство, тоненькая трещина, которая возникает. Естественно, что по ионизированной зоне из глубин Земли энергия может идти вверх, и как, ну так вульгарно можно сказать, разлом начинает энергетически свистеть, то есть выбрасывать энергию, и мы знаем такие примеры, и фиксируется это. Но когда такое количество энергии, которую мы, кстати, не очень хорошо еще мерить умеем, начинает выходить и поражать атмосферу до очень больших высот, а мы знаем, что энергетически очень высоко заряженное ионосферное пространство, то есть на высотах там 100 и выше километров. Там есть своя энергетика, которая рождается Солнцем, взаимным притяжением планет. Сливаясь, они могут создавать ионизированные столбы воздуха в атмосфере или стенки, по которым, по правилу, буравчика начинает закручиваться, циклоны. То есть это все, в общем, работает в комплексе. А если еще в эту зону попадает техническое средство, у которое своя внутренняя гармония или дисгармония техногенных физических полей, то все это в сумме может спродуцировать что угодно. И мы сегодня, собственно, стараемся подобрать серию фактов, которые были бы очевидны и которые бы требовали своего объяснения вот с позиции комплексного освещения, суммарного действия как геофизических, так и физических полей, с тем, чтобы понять, можем ли мы построить прогностическую систему, при использовании которой можно было бы, скажем, выяснить дни или часы, когда не стоило бы летать. Или, может быть, ограничить пространство, в которое бы не стоило внедряться. И время. Вот с этой точки зрения, конечно, это есть как бы, теперь уже после того, как мы все объекты так называемые описали, вот, мы хотели бы перейти к формулированию, что это является предметом этой проблемы. Но прежде чем вы это сделаете, я все-таки хочу покивать головой, выразить сомнение о возможности подобного прогнозирования, потому что вот здесь ученые высказывали колоссальные сомнения по возможности, скажем, дать точный прогноз погоды на срок больше недели. Или, да, дать точный прогноз ситуации на Солнце для того, чтобы избежать каких-нибудь вредных воздействий солнечной вспышки на Земле. Вы же говорите о неком комплексе, который включает в себя и погодное явление, и солнечную радиацию, и тектонику, и все поля, существующие, естественные, да еще и накладывающиеся на них поля, которые создает человек, да, и цивилизация. Система представляется настолько сложной, что можно на самом деле говорить о прогнозе. Тут надо говорить вначале о построении динамической вот этой вот модели всей вот этих вот, хотя бы известных полей. Если мы будем видеть динамику изменения вот этих вот полей, если мы будем это отслеживать, проводился анализ, ну, в частности, по авиационным происшествиям, в каких местах наиболее часто бывает, какое время наиболее часто бывает, и так далее. Что, в принципе, и послужило, натолкнуло нас на исследования вот в области геофизики и вообще физических полей. Естественно, если мы видим, как дышит вот это вот пространство вокруг Земли физическими полями, геофизическими, ну, то есть, естественными и искусственными физическими полями, и мы уже, допустим, знаем, что физические поля какие-то уже оказывают влияние на технические средства и биологические системы, ну, человек, в частности, то, я думаю, можно и прогнозировать дальше, отслеживая это поле, которое формирует происшествия, формирует неправильные действия, в том числе и погоду. То есть, другими словами, мы понимаем, что существуют штелевые времена, а существуют критичные времена, правда? И мы должны научиться среди всех геофизических полей и их суммарного воздействия выявить. Во-первых, попытаться выявить причины возникновения критических случаев. Штелевые, они понятны, все будет спокойно. А вот когда критические, наверное, их можно будет выявить, научиться фиксировать, научиться количественно описывать. И, ну, у нас сегодня очень много методов, которые позволяют систематизировать гигантские объемы информации. И возникают новые виды научных исследований типа синергетики, которые позволяют в хаосе найти точки, на которых держится сам хаос. То есть, наверное, прогноз погоды, тут есть проблема немножечко другого свойства. Гидрометслужба не может использовать никаких методов, которые не являются официально принятыми. Она действует на тех знаниях и на тех уровнях, на которых она сегодня действует. И стоит ей только принять что-то не очень точное, и не очень стабильно работающее, как прогностическое. Она не может принять такой метод, потому что она ответственна за свой прогноз с точки зрения государственной. Это государственная служба. Она не может брать все подряд, потому что послезавтра может оказаться, что что-то не так, и это уже ответственность. С точки зрения государства это было бы неудобно. Поэтому она развивается спокойно, стабильно, на 6 дней прогнозирует, научится прогнозировать и на 7, со временем. У нас тут ситуация несколько другая. Дело в том, что так складывается, что мы начинаем почти заново. Мы сегодня находимся в том положении, в котором находилась гидрометслужба 165 лет назад. Они тогда заложили состав наблюдений, заложили ряды измерений, и сегодня они на этих рядах и существуют. И пролонгируя сумму этих рядов, они вычисляют гидродинамическую модель и прогнозируют. Но, наверное, мы сегодня можем сделать что-то вроде написать какой-то там новый биль о правах в области геофизики. Мы впервые заложим необходимый достаточный комплекс наблюдений, измерений и попытаемся сложить новую модель. И пока мы еще не несем ответственности государственность за качество прогноза. То есть это научная работа на первых этапах. Но уже сегодня кое-что можно говорить. Какие-то вещи становятся понятными. Ну, например, мы недавно, выполняя одну из тематик для Министерства природных ресурсов, выяснили случайным образом, что в зоне разломов активизация эпиазотии сибирской язвы происходит на порядок чаще, чем в окраинных территориях. Значит, разлом является причиной активизации спора сибирской язвы в микроорганизмное состояние. Но речь идет не о той сибирской язве, которая является бактериологическим оружием. Там другие, видимо, какие-то варианты. Я говорю о той сибирской язве, которая живет по пространству и вдруг возбуждается в определенном месте, как это было в Англии, например, недавно, когда были вынуждены убить гигантское количество скота. То есть, существуют места, которые являются патогенными. Разломы тоже являются энергетическими линиями, по которым чаще, чем в других случаях, что-то активизируется с точки зрения влияния на биосферу и на человека, соответственным образом. Таким образом, кое-какие вещи можно делать быстрее. Но в комплексе, естественно, эта задача очень длинная, тяжелая. И на нее еще надо найти деньги, надо сделать организацию, организационную работу гигантское количество. То есть, это все, конечно, не так просто. Но сегодня уже становится понятно, что нельзя летать только пользуясь прогнозом погоды. Выясняется, что все-таки хорошо бы еще иметь геофизический прогноз более высокого уровня. Он сегодня тоже есть, этот геофизический прогноз. У нас есть институт, который этим занимается в гидрометслужбе. Он дает состояние солнца, дает и так далее. Но надо же двигаться. В конце концов, наша любознательность нами и движет. Вы начали говорить о каких-то фактах, о каких-то событиях в авиации, которые привлекли ваше внимание в первую очередь. Не могли бы поподробнее остановиться на примерах таких, может быть, нехороших мест или нехорошего времени для полета? Самое нехорошее место – это аэродром Иркутск. Он у всех на слуху. Там ежегодно, наверное, происходят какие-то события именно в районе полосы, взлетно-посадочной. Когда обратились к геофизикам, спросили, что же там может быть еще, потому что прекрасная погода, все великолепно. Исправный самолет взлетает и вдруг падает. Выяснилось, что там разлом. Когда провели исследование, какие-то влияния вот этих вот электромагнитных излучений на подобный летательный аппарат, выяснилось, что действительно происходят определенные отказы при облучении самолета электромагнитными лучами определенной частоты. Ну и мощности, естественно. Когда стали смотреть дальше, выяснилось, что у нас вообще почему-то получается, что в основном аэродромы построены на разломах. В основном. Я не ошибусь и скажу, наверное, процентов 90. Это может быть случайностью? Нет. Это может быть не случайностью. Вот Вячеслав Иванович специально этот вопрос прорабатывал, он сейчас объяснит, почему. Ну, я по своей профессии самый первичный специалист в области динамики морских берегов. Я геоморфолог. Специалист в области рельефа земной поверхности. А рельеф есть в некотором смысле такая информационная среда, которая позволяет дешифрировать тектонические движения и климат, и их взаимодействие. Рельеф есть продукт взаимодействия тектоники и климата. На разломах всегда гораздо более ровная поверхность, гораздо более легкие грунты. Там строить гораздо удобнее, дороги прокладывать проще, дешевле. Все сделано по разломам. Мало того, и реки по разломам, и вода ближе. То есть в этом смысле человечество делало просто дешевле. Беда и города на разломах. Вот в чем беда. И города все, и дороги в основном все. Потому что там удобнее строить. Только все. И болеем мы, потому что на разломах. Ну, тут, когда стали продумывать дальше развитие вот этих вот наших изысканий научных, пришли к тому, что не только летательные аппараты, вообще все технические... Почему мы говорим технические средства и биологические системы, да? Потому что влияние вот этой вот структуры физических полей на всех прямоходящих, лежащих, двигающихся, и на все технические объекты вообще. Когда стали смотреть, исследовать, будем так говорить, вот ресурс. Представляете себе, что такое, да? Назначенный ресурс. Его же испытывают там, любое техническое средство, да? Там прогоняют в каких-то лабораторных условиях. Там много-много часов подряд, там с нагрузками, без нагрузок. То есть, ну, представляете себе, целый комплекс исследований, да? И вдруг эта ресурсная техника, агрегат, деталька, разламывается, отработав 1% ресурса. Когда проверяясь технологии изготовления, все нормально, а что же послужило? А послужило, видимо, какое-то резонансное колебание или, там, значит, разрушение на уровне кристаллов, межкристаллических связей, там, межатомных связей или межмолекулярных. Вот. Что возбудило вот этот вот эффект резонанса? Кроме физических полей больше нечем. Почему мы называем физические поля? Может быть, можно было бы более шире называть поля какие-то. Или какое-то энергетическое взаимодействие, воздействие или информационное. Но будем так, это осторожно пока в рамках классической науки мы называем вот так. Физические поля. То, что это есть действительно, то, что это подтверждается, вплоть до того, что проводили, ну, такие исследования, не по всей территории России, естественно, отдельно выборочные на аэродромах. Вот есть самолеты, которые все время отказывают, есть самолеты, которые летают практически весь ресурс без отказов. Когда выявили такие самолеты, группы, а самолет имеет особенность на ночное время ставиться колеса, нарисованные квадратики. То есть в другом месте стоять он не может. Плюс-минус там 25 сантиметров стоит самолет. Всегда. Когда поменяли вот эти, которые не отказывают самолеты, с теми, которые отказывают, неотказывающие самолеты стали отказывать. Отказывающие перестали. Дело в том, что в авиации как? Меняются детали, агрегаты и так далее. Не отдельно, а блок вынимается, вставляется другой. Представляете себе, если на этом самолете, вот на полеты притащили его, проверили, ну, там сложная, значит, компьютерная проверка, тестирование идет. Там две БЦВМ стоит, ну, две как минимум, а так и больше. Вот. Все исправно, самолет взлетает, раз отказ. Буквально, только сейчас его проверяли, отказ, да? Сел, поменяли блок целиком, не разбирая, что там в нем внутри отказало. Некоторое количество летной смены он летает, потом опять на нем тоже самый отказ. Как говорят в авиации, плавающий дефект. Меняя местами самолеты, плавающий дефект пропадает. Я своим знакомым говорю, у вас машина отказывает или не отказывает? Ну, есть такие знакомые, у которых все время отказывает машина. Купил одну машину, ломается. Купил вторую машину, ломается. Купил третью, ломается. Я говорю, а где она у тебя стоит? В одном месте. Я говорю, ну, ты сдвинь на полтора метра в сторону, и все будет нормально. Действительно. Все становится нормально. Просто, когда стали разбираться, ребята, ну, по КБ, по заводам. А вы вообще меряете вот эти вот резонансные колебания, или там, излучение внутри самолета, там, полете? Да, что-то мерят, а что-то не мерят. Но, опять же, в лабораторных условиях, стендовые, когда стали смотреть, добыли карту электромагнитного излучения. Вот я вам вот эту картинку, да, Вячеслав Иванович? Очень характерно, жалко, что нельзя показать. Когда вот это вот поле электромагнитное, ну, по одному потенциалу выбранное, да, вот такое вот. И самолет, представляете, пронизывает эти вот верхушки, он у себя запускает, фюзеляж же большой, там много всяких агрегатов, деталей. Каждая коробочка начинает резонировать на своей частоте. Представляете? Влияет на соседнюю коробочку. Какие-то два жгутика. Они становятся как бы автогенераторами, или просто генераторами. Излучателями своих, волн определенных, которые, может быть, действуют и на мозге экипажа, которые сидят впереди или где-то там сбоку. И все это вот так вот работает. Так вот стали интересоваться, ребята, кто-то меряет вот это вот все? Нет. Почему? Средств нету? Ну, как бы, общепризнанных средств нету. А когда стали ездить по институтам, по научным организациям, знакомиться с последними достижениями, это все есть. Просто надо все собрать в кучу, отладить взаимодействие и начинать мерить и работать. Дорогий Славович. Есть соблазн все списать на разломы? Нет. Нет. Ну, вот смотрите, я даже помню, что как-то шла речь о том, что, скажем, Чернобыльская авария, да, причина Чернобыльской аварии в общем не в ошибке людей, которые работали в тот момент, да, а в возможном положении Чернобыльской АЭС над чектоническим разломом. Но нам эти люди известны тоже, которые вот это вот все писали, конечно. В принципе, такая информация есть. Даже дело не в том, что оно находится на разломе, а дело в том, что в определенный момент разлом может стать активным и выбросить какой-то сгусток энергии. Но ведь мы знаем такие случаи в районе Сарова, взрыв мы знаем. Мы знаем, что там растягивающийся, расходящийся разлом. Мы знаем, что там есть мост, который постоянно подразумевает, и что за последние 25 лет стойки моста раздвинулись примерно на 35 сантиметров. Это же все живет. И взрыв там был не случайный, и так и не нашли никакой другой причины, как только естественная причина природная. Вот. И потом мы знаем, например, что существуют патогенные зоны. По этому вопросу очень много уже исследований проведено разными совершенно способами. И мы знаем, что проводили мы статистику, например, возникновения циклонов, антициклонов. И известно, что циклоны, антициклоны рождаются чаще все-таки в определенных местах. Эта статистика существует. Можно еще раз, несколько раз проверить и посмотреть. Все-таки мы же понимаем, что есть какие-то энергетические районы, энергетически активные, в которых чаще, чем в других случаях, возникают вот такого рода ионизированные системы, по которым, по правилу Буравчика, начинают закручиваться циклоны и антициклоны. Ну, тот самый Бермудский треугольник пресловутый. Ну, может быть и так, да. Во всяком случае, сегодня становится понятно, что нужно подходить к этой проблеме в комплексе, тем более, что аппаратура вся есть. Просто не было такого... Нет, ну не вся есть. Не было пока организующего начала. Из того, что есть, да, она есть. Но мы же еще думаем, что нам что-то еще надо мерить другое. Есть вещи, которые просто мы не умеем мерить. Как то? Ну, как то, например, действие той же самой пирамиды, да. Возьмем те же самые пирамиды голода. И мы видим, что когда она стоит там, где-то был случай, когда она стояла около теплицы, мы видим, что по ребрам пирамиды активность растений к развитию гораздо выше, чем по стенке. Значит, здесь что влияние? Может быть, даже влияние формы самой по себе. Может быть, это не геофизическое поле, а форма определяет или структурирует окружающие геофизические поля. Это же мы тоже знаем. Мы проводили это исследование, как защитить пилотов от вредного влияния электромагнитных излучений. Искали попутно средства, то есть в рамках нашей темы. Но мы же тоже вот это вот устройство, которое мы пилотам давали, я не буду называть какое, значит, само по себе действительно имеет влияние, а там это генератор формы. А результаты мы выезжали в государственные комиссии, там были довольно-таки солидные представители научных институтов, и даже министерства, и санэпиднадзоры. Все были удивлены, потому что это работает, но это форма. Поля не меряется. Например, по информации нашего института прикладной геофизики, ну, мы все знаем, что есть светящиеся столбы на гребнях хребтов. Вот, они подтвердили, что есть некоторые данные уже о том, что возникают гравитационные волны на хребтах в результате взаимодействия формы и перетекающие ее потоков воздуха. И что эти гравитационные волны уходят в высокие слои атмосферы, и там разрушаются также, создавая турбулентные слои. Но известно, что гребень хребта — это не разлом. Разлом как раз между двумя гребнями. Значит, если по гребню продуцируется гравитационная волна, то, соответственно, становится понятно, что разлом справа и слева от гребня продуцируют свои виды энергии, они будут взаимодействовать, наверное, интересно было бы позаниматься, что же это за система, в которую, например, попадает пролетающий самолет. Все говорят, трясет над гребнем хребта всегда. Но если мы представим себе, что перетекает воздух через гребень, и как бы немного вздымается и падает, мы же знаем, что сжимая атмосфера очень высокая, и авиологические свойства очень слабые, и что это вздымание из-за хребта, оно может продолжаться где-то на высотах полкилометра, километр, ну пусть два километра. Но когда самолет летит на 12 километрах и все равно его болтает, значит, речь идет, видимо, не о ветровых причинах, а, наверное, он летает в эту самую... Это немножко другое, болтает его из остроенных течений. Дело в том, что тут вот характерный пример... Ну, во всяком случае, в этом надо разбираться. В этом направлении, Человекович. Характерный просто пример, я вас слушал, вспомнил. Космонавты, там атмосферы нет. Космический аппарат летает по орбите. Правильно? Определенный, выбранный. Вот, и вот конкретно замеряется абсолютная высота космического аппарата над поверхностью. И существуют места, где абсолютная высота уменьшается. Явно. Вот летит, представляете, по орбите. Оно не может, если бы было постоянно везде гравитационное поле. А там явные провалы идут космического аппарата. И это все мерится. Флуктуации в орбите. Конечно. Конечно. А это гравитация. Тут иначе никак. Вот. И эти данные тоже все есть. Причем совершенно в разных местах. Так же, как космонавты наблюдают вспучивание океана в некоторых местах. То есть, океан же, он неровный. Имеются столбы в океане. Имеются впадины. И так всегда в этом месте. То есть, вне зависимости от вращения Земли? Ну, какие-то там смещения есть. Но тут свои зависимости. Зависимости всегда есть. Ну, например, если известно, что вращение Земли невысокоточное. Оно или ускоряется, оно или замедляется. И известно, что чрезвычайные ситуации чаще всего возникают в моменты перехода от замедления к ускорению. И наоборот, от ускорения к замедлению. Но это, естественно, по физике. И аварии. То же самое подтверждается. Все это тоже известно. Но поскольку еще Земля обращается вокруг Солнца, то в момент перехода от ситуации удаления от Солнца по своей орбите, на момент перехода к приближению к Солнцу, естественно, идет сложение или вычитание взаимодействий, скоростей и всего остального. И в этих случаях тоже всегда происходит что-то чаще, чем в других случаях. Кроме всего прочего, существует обращение планет. Если, например, тот же Юпитер, выглядывая из-за Луны, прочерчивает по Земле какую-то линию, называемую терминаторной линией, в терминаторной линии, наверное, что-то будет немножечко по-другому с точки зрения вот тех самых свободных, той самой свободы изменения физических показателей. Почему я схватился за голову, когда Вы сказали о прогнозе? Или как, допустим, количество авиационных происшествий возрастает за три дня до вспышки на Солнце? То есть не синхронизировано со вспышками? Не после вспышки, а за три дня до. Это тоже отмеченные факты. Ну и, кстати, есть факты быстрого ускорения роста по колонии микрофлоры в Чашечках Петри. Тоже за три дня до вспышек на Солнце. Но за несколько дней до вспышек на Солнце. Я не помню эту точность. За три дня там тоже. Это является как бы показателем, видимо, уже к нам приходит какой-то сигнал от Солнца о том, что скоро будут пятна. Или еще какие-то причины, которые надо проанализировать. Я думаю, что... Но не прогноз в том смысле слова, в котором мы говорим о прогнозе инфляции. Это простой прогноз на самом деле. По сравнению с геофизическим. Конечно, непростой, но по сравнению... Хотя более опасный. Вот геофизический прогноз не приведет к непредсказуемому поведению рынка. А там стоит что-нибудь сказать и все. Это уже результат потребления прогноза. Это совсем другая проблема, конечно. Но она, кстати, очень интересная проблема. Понимая, что ни вы, ни вы не являетесь специалистами области антропологии или истории человечества, я все-таки не могу отделаться от вопроса, который у меня возник, когда вы сказали, что в принципе все города, поселения и история развития человечества вдоль разломов расположены. Это только потому, что так легче жить, нужна вода, проще грунт, легче строить? Или вот есть какая-то тяга к разлому у человека? Может быть, это необходимо? Это влияние необходимо ему? Вы знаете, мы тут недавно разговаривали с одним из ученых, вот из Академического института. И он нам рассказывал о том, почему структурируется атмосфера, вот так мы ее называем сферами, да? Что есть переходы температурные, энергетические переходы в атмосфере. И, может быть, есть стенки. И когда мы разговаривали с Галлю, и вдруг я ему говорю, что же, если уж принять ваше рассуждение за 100%, можно сказать, что структурированная атмосфера продуцирует разломную тектонику. И можно с другой стороны говорить, да? То есть, скорее всего, вполне правдоподобно, что и тяга есть, и дешевле строить. Или осваивать. Вот посмотрим мы Кавказ, это ведь кольцевое освоение. Там же по-другому нельзя, вода нужна. И по разломам, там по-другому просто не освоишь. Я думаю, что... Ну, по крайней мере, этот вопрос можно изучить. Есть какое-то взаимодействие. Ну, если исходить из самого главного жизненного принципа о том, что все существует только потому, что взаимодействует, ведь это основное. То, я думаю, что, наверное, есть обоюдное стремление какое-то. Насколько устойчив тектонический разлом? Как часто они образуются? Как они меняют свое положение? Как они прекращают свою жизнь? Они могут перестать быть активными. Синология с вулканами, как бы. Да. Но со временем могут активизировать свою деятельность. Но они не зарастают? Нет. Окончательно они просто зарасти не могут. Ну, из-за тектоники плит просто. Ну, тут я бы не хотел эту проблему обсуждать насчет тектоники плит. Когда мы говорим о геофизических процессах и о геофизических полях и их взаимодействии с литосферой, все-таки удобнее рассуждать с точки зрения клавишной тектоники. То есть, один блок поднимается, другой опускается. И все это живет, как бы, постоянно двигаясь. Без торошения. А торошение, вот это, оно просто на несколько порядков медленнее. Вот клавишная тектоника, она быстрее немножко. Мне так кажется. И все-таки, какие самые древние разломы на Земле, какие все-таки, если мы знаем их возраст, а какие образовались сравнительно недавно? Потому что, если мы говорим о хребтах, да, одно дело тектонический разлом под Уральскими горами, а другое дело Кавказ или Тибет. Возраст же разломов разный, или я ошибаюсь? Вы знаете, сколько километров, столько из Ростов будет. Потому что горообразовательный процесс, скажем, гималайский, он совсем другого времени, чем, допустим, в европейских Альп или Кавказа. Но то, что этот разлом протягивается по Средиземноморью, через Кавказ и дальше, что существует разлом, который протягивается от района озера Иссык-Куль, через Ташкент, на Рязань и, может быть, на Скандинавию, есть трансконтинентальные разломы, которые очень большие. А как можно определить их возраст? Между ними существует достаточно большой уровень. Можно говорить по сравнению, там, по скоростям горообразовательных процессов, по скоростям формирования рельефа на равнинах. Что-то можно говорить о возрасте. Ведь дело в том, что, когда мы говорим, например, как определить, когда возраст формы рельефа и отложений соответствует, а когда возраст формы рельефа и отложений не соответствует. Если это аккумулятивный процесс и рельеф складывается, накопление идет рыхлого материала, то возраст формы рельефа и возраст отложений всегда одинаковый. А когда идет разрушительный процесс, то отложения всегда старше, чем сама форма, естественно. И по тому, по разломам тут очень сложно говорить. Потому что возраст отложений всегда старше, и по ним трудно остановить, когда же началось. Но можно говорить по несогласиям. Наверное, можно все это определять. Хотя это чисто геологическая проблема, скорее, чем геофизическая. Я почему-то задаю этот вопрос. Я хотел бы задать, составить, грубо говоря, карту разломов, зная их возраст и образование, и задать вопрос антропологам и биологам. Ну, вот этим мы занимаемся. Да, потому что я, например, слышал гипотезу о том, что основные центры видообразования в Африке, например, в том числе и гоминид, они так или иначе сопряжены с разломами. Тут возникает уже теория совсем другого порядка. Насколько сочетание этих естественных, усиленных в сфере разломов геомагнитных полей влияют на, скажем, эволюцию. Насколько это является фактором эволюции. В любом случае, динамическая геофизика затрагивает все слои. Потому что активизируются споры сибирской язвы в разломных и неразломных зонах по частоте. Ясно, что биологические процессы в разломах происходят быстрее. А, например, один из профессоров МАИ, когда он писал свою книгу «Физические воздействия на человека», он говорил так, что по моим расчетам человек в человеке одномоментно, это когда мы говорим, что отрезок времени, который мы мысленно можем выделить, минимальный, одномоментно в человеке происходит до трех миллиардов слияния и разделений, вещества, это и есть обмен веществ. То есть, по сути, он представляет себе человека одновременно, как бы человек есть и как бы его и нет. И представьте себе, что на слиянии и разделения вещества в организме будет, а это слияние и разделение управляется энергетикой самого организма и внешней среды. Вы представьте себе, насколько легко вообще энергия геофизических полей может управлять поведением биологического вещества. Естественно, что в разломах, наверное, эта скорость выше. И, может быть, поэтому туда человечество и стремится. Вполне возможно. Уж во всяком случае растительность в разломах всегда гораздо эффективнее, чем в окружающей среде. Но это можно сказать еще и почему. Потому что разрыхленная земля всегда имеет больше продуктивной влаги. Там причин может быть еще много и других. Однако, тем не менее, мы знаем, например, что камчатская растительность почему-то более эффектна. И надо было бы посмотреть, что там есть причины, конечно, большого количества питательных веществ, которые с вулканической пылью приходят. Дополнительно или еще как-то. Но, может быть, и еще какие-то действительно причины, которые мы говорим, как геофизические поля. Какие из... Вот вы назвали Иркутск, да? Как неблагополучный аэродром. Ну, это просто так в прессе поднято. Ну, да. А если касаться не только аэродромов, но и, собственно, городов, вы сказали, что в основном города стоят на разломах, да? А какие крупные города России стоят на разломах? Это провокация. Это нельзя говорить. Вы можете не отвечать. Но, с другой стороны... А что народу делать? Бросать свои места? Неужели так трудно найти, как разломы? Давайте мы не про Россию будем говорить, а про Ташкин. Он стоит в кресте разломов. Из-за мельтрясений мы знаем, сколько там было и какие. Правда? Да. А потом вот была недавно передача, телевидение тут недавно подняло тему с Нордостом. Как-то вернулись к этому вопросу в связи, наверное, со рассмотрением в суде. И было интервью вблизи этого здания. Разговаривал журналист с какими-то людьми, а рядом стоял милиционер ГАИ, работник ГАИ. И он подошел и говорит, а что вы, собственно, обсуждаете? Да на этом перекрестке всегда аварий больше, чем в любом другом месте. То есть, видимо, и вот такие вот случаи, они тоже тяготеют к зонам определенной активности. А патогенные или не патогенные, тут уж, наверное, нужно еще будет решать, но тем не менее. И если по консультации в ГАИ, например, я консультировался, известно, что существуют места, где аварии происходят гораздо чаще, чем в других местах. И дело не в организации. И по коммунальным службам тоже можно, наверное, выявить места, где рвутся кабели, лопаются водопроводы, канализации и все остальное чаще, чем в других случаях. И нужно посмотреть просто энергетику этой зоны. Надо научиться ее мерить, надо научиться все это классифицировать и потихонечку накапливать эти знания, естественно. Хотя они, в общем-то, есть и используются довольно часто. Другое дело, что появился государственный заказ, потому что самолетов много падений, их стоит очень дорого. А создание системы стоит, может быть, половину стоимости упавших самолетов за год. Поэтому, наверное, выгодно сделать систему и попытаться как-то минимизировать это падение. Правда? Наверное, тут есть перспектива и экономическая, и социальная, и организационная, и научная. И вообще проблема интересная, и стоит жить. Все-таки к самолетам. От того, что теперь каждое событие, отказ двигателя, падение, не дай бог, самолета и так далее, освещается в прессе, ставится впечатление, что самолеты стали падать не просто чаще, а в разы чаще, чем это было, скажем, лет 10-15 назад. Это ощущение субъективное или действительно? Субъективное. Да, то есть у нас количество... Вот из цифр, я вам скажу, где-то, ну, взять послевоенные годы, да, 50-й, там, 52-й, войны уже не было, да, опытные летчики, успешное производство, хорошее гарантированное качество самолетов, 450-500 традиционных происшествий в год. И сейчас, ну, 30, ну, 40, причем различных, начиная от дешевых, там, типа, як 18-го, и заканчивая большим лайнером. То есть тут несоизмеримо меньше сейчас. Другое дело, что психологическая тяжесть происшествий сейчас просто неизмеримо возрастает. Почему? Потому что раньше упал самолет, и никто об этом не знает. Плюс закрытая информация. А сейчас самолет упал, первое, кто узнает, это пресса. Вот. И, естественно, это все раздувается. Хотя реальные цифры говорят об обратном. Летать самолетами безопаснее, однозначно. И по сравнению с 30 тысячами погибших в автомобильных катастрофах, какая-то цифра, там, в пределах 100 человек в год для страны, это минимум вообще. Угу. Вот. Но, тем не менее, существует опасность падения на город, на какой-то объект. Вот. Мы вообще коснулись этой темы, изучая геофизику и так далее. Тут вот в каком аспекте интересном. Дело в том, что никто не изучал влияние летательных аппаратов на среду и опосредованно на людей. А оно есть. И не зря я бы поподнял сейчас шумиху по поводу шумов двигателей. Это, я так думаю, не просто так. Вот. И, видимо, мы коснемся тому, что летательный аппарат, осуществляя свой полет, особенно, там, с двумя, там, с тремя, с пятью турбинами, представляете, какое мощное излучение идет от него, и вот в этой трассе находится народ, на который это все влияет. Этот вопрос тоже никто не изучал. Да. Есть над чем работать вам. Задачка очень интересная, конечно. Я думаю, что если нам удастся все-таки организовать хорошо и быстрее продвигаться, то... Вы хотите организовать группу, или все-таки это будет институт? Потому что здесь вообще напрашивается, опять-таки... Это большая кооперация институтов. Конечно, потому что междисциплинарная, да. Это даже кооперация министерств получается. В гидрометслужбе, например, только 7 институтов, которые мы привлекали им вот сейчас для написания концепции по этому вопросу. Там же есть, помимо геофизиков и физических институтов. Тут присутствуют три министерства. Представляете, Министерство обороны РАС, Росгидромет, Российская Академия Наук. Вот таких. То есть это очень серьезная программа. Плюс к тому прибавится Росавиакосмос там. Очень обширная. Действительно, межвидовая такая, мощная работа будет. Ну да, я думаю, что здесь работа найдется и для медиков, и для биологов, и для химиков, и для историков, и для антропологов, и для географов, и для гедов.